В эфире Вести мы продолжаем выпуск. Власти Киева стягивают войска в город Изюм Харьковской области, в том числе резервный батальон национальной гвардии. На ПВО дежурство он заступает уже завтра. Его с 50 бойцов, большая часть из них прошла подготовку в специальных учебных центрах. Место дислокации выбрано не случайно. Город Изюм один из самых близко расположенных к Славянску, который накануне стал эпицентром напряженности на востоке Украины. О том, как Майдан готовит зачистку юго-востока страны, на месте видел наш специальный корреспондент Евгений Решетнев. Отсюда до въезда в городок Изюм 7 километров. Там на трассе расположен блокпост, проверяя все въезжающие и выезжающие машины. В самом городе расквартировано несколько сотен военнослужащих. Военные продолжают пребывать, в том числе по железной дороге. Большая группировка войск стянута на станцию Барвенково. Около полутора тысяч солдат, 40 БМП и 15 танков. Под Изюмом стоят военные вертолеты. Три часа назад они вылетели в сторону Харькова. По улицам Изюма передвигаются колонны БТР. Местные власти уже не скрывают. Группировка готовится к наступлению на Донецк и Славянск для подавления протестов. Принятость в Африке приняла решение. Руководство страны приняло решение организовать на территории города Изюма плацдарм. Здесь будут располагаться войска МВД, Министерство обороны, а также две роты Национальной гвардии. Таким образом в Изюме будут прибывать 800 человек от МВД и более 200 человек от Министерства обороны. Уже вчера они были расквартированы на территории города и района. В Изюм выехало руководство Харьковской милиции. Говорить в открытую о том, что происходит в городе, люди боятся. Вот что пишут местные жители в социальных сетях. К нам сейчас прибывают регулярные части и внутренние войска. Их где можно расселяют по школам, училищам, больницам. И уже проблемы с войсками. Не хватает питания и расходы на обеспечение возложили на местных предпринимателей. Горожан охватывает паник. И до них доходит обрывочная информация о том, что боевые действия уже начались. Перестрелка была на трассе между Артёмовском и Славянском. Стрельба была в Краматорске. В стране не введено военное положение. Что эти люди делают у нас в городе? Кто за всё это будет отвечать? Мы сегодня прошлися по городу, уже военные ходят по городу. Люди все очень напуганы. Женщина шла с ребёнком, и на неё военный наставил на ребёнка автомат. Ребёнок очень сильно испугался. Блокпосты на въезде и выезде из Изюма на Донецкой трассе. Там теперь, по словам местных, самое большое скопление солдат и техники. В ВТР и стоять вертолёт, и стоять военные. Всё говорит о том, что вскоре будет отдан приказ к наступлению. Но кто будет наступать на жителей Донбасса, которые требуют референдума? Если местные милиции откажутся разгонять протестующих, значит, усмирять восставший Юго-Восток будут военные из Западной Украины и Нацгвардия, насколько расколочена из активистов так называемой самообороны Майдана. Сейчас они на пунктах сбора, проходят инструктаж и получают оружие. Евгений Решетнёв, Сергей Трусков.